Всем привет из Алании. Тосмор. Время без трех минут всем. И вот как всегда в 7 часов у нас в это время закат происходит. Еще пять минут и солнышко спрячется. А мы выйдем сейчас вниз к морю. Пляжи Релакс отеля и двух отелей Арси, которые расположены здесь. Тосморе и Даймонд Хилл. Наверное на Даймонд Хилл получается мы выйдем. Итак, закатик. Наполовину уже солнце спряталось. До этого вышло видео. Выходил на пляж отеля Саритаж. Проходил мимо отеля Саритаж и рассказывал где. Рынок у нас по четвергам. А может быть то видео раньше выйдет. Я даже не знаю, потому что там... А, ну да, по-любому раньше. Потому что там я о рынке рассказываю. Все фоткаются на фоне солнца. И замечательное море. Заодно можете смотреть вот пляжи Даймонд Хилл, пляжи отеля Арси. Вот это все здесь оно. Ну и с этой стороны море замечательное. Тосморе я часто показываю. Море здесь просто потрясающее. Кто едет в Тосмур, вы не пожалеете ничуть. Даже любители Клеопатра, вы ничуть не пожалеете, что попали не на Клеопатру, а в район Тосмур. Потому что здесь обалденно. Ну, вода чище здесь однозначно. Тут очень-очень редко я вообще припоминаю случай, чтобы здесь было что-то... Какие-то проблемы с водой. На Клеопатре это бывает гораздо чаще. Солнышко. Я обхожу гору, уже видел его половинку, буквально там 20 метров в ту сторону. А сейчас опять его вижу почти целиком. А дольше всего можно наблюдать за солнцем с этой стороны тем, кто находится далеко в море. Чем дальше, тем дольше вы наблюдаете солнце. При закате Тосмур. Вот это, наверное, все Даймонд Хилл тянется, длинный пляж. Люди уже поубежали на ужин, конечно. Ну, а так могу сказать, да, да, реально людей в Алании стало поменьше. Это можно заметить и в прямых ночных прогулках, когда я выхожу до часу ночи, когда еще... Ну, обычно до часу людей полно ходило, а сейчас уже поменьше гораздо. И по пляжам я тоже смотрю, что по пляжам вот... Чуть-чуть, ну, я днем, правда, не выхожу, конечно. Днем отельные пляжи полные, конечно. А так вот, ближе к вечеру, такое ощущение по пляжам тоже, что людей меньше, чем было. В конце августа, допустим. О закате помню, показываю. Мы обходим, идем дальше, и солнце вот как бы... Мы продлеваем закат, короче. Если бы я стоял на том месте, где я спускался на пляж, там бы уже солнца практически мы не видели. Здесь я все иду-иду. И мы продлеваем закат. Вон человек на фоне солнца. Стоит на руках на дне. Красивые такие горы сегодня с облаками. Облака ниже гор. Красотища такая. Там, ну, вам не видно отсюда. И вот Арси Блюбич и Арси Бородайз. Отельчики. Закат. Закат. Если солнца, вообще ничего не вижу. Тут Бара, пляж. Нету сейчас людей практически. Там дальше много людей просто на песке. Это местные в основном. Но вижу русскоязычных там, живущих здесь. Смотрим еще закат. Солнышко не спешит. Специально садится медленно, чтобы я его чаще и больше мог показать. Сейчас уже через пять минут его уже точно не будет с этой стороны. Только на Клеопатре можно будет его увидеть. Много людей купается там дальше, вы видите. Смотрим закатик и пойду я покупаюсь. На этом пляже, по-моему, один раз всего купался. Море классное. Далеко не ходить. Пойду здесь, зайду сейчас. Всем привет из Алании. Это у нас сегодня, по-моему, 8 сентября. Спасибо солнышку за это шоу, которое оно устраивает нам каждый день. И каждый день оно уникальное и неповторимое. Закаты чудесные и красивые виды даже после заката. Какая замечательная. Еще раз показываю. Прозрачная водичка. Волн почти нет. Просто день потрясающий для отдыха, для купания сегодня. Там еще и облачка или тучки, что-то такое. Солнце даже не за гору заходит, а за них. Ой, красота. Никого нет. Сейчас поеду. Поеду. Поплыву далеко-далеко. Сейчас. Все. Все, вы видите. Было солнышко. И нету солнышка. А с вас лайки, друзья. Приветствуем из Алании. Хорошо отдыха. Еще раз напоминаю, кто там смотрит каких-то неадекватных блогеров, у которых вода уже 26 или 27. Я напоминаю о том, что в конце октября, внимание, не сентября, а в конце даже октября месяца, вода будет 25-26. Еще раз, это в 30-х числах октября. 25-26. Показываем счастливых людей, которые делают фотосессии, и счастливых малышей, которые купаются в море. Мы с вами попрощаемся. Вода теплая. Тут можно пролежать целый день, если бы не солнце, на котором можно обгореть. В воде можно целый день находиться реально, и это вполне комфортно. Ребята русскоязычные, возможно, здесь родились совместные родители, скорее всего. Все, вот такая картина после солнышка у нас. Я с вами прощаюсь еще раз. И иду, конечно же, плавать в море. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!